Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые болельщики футбола! Берез несколько минут на стадионе Дженерали-Арена в Вене начнется встреча между Венской Аустрией, которая сегодня является хозяином поли, и клубом Адмира Вакер, или просто Адмира. Около чужой штрафной, судя по всему, будет бросать далеко. Нет, бросает на цель, на дальше скидка затылка в штрафной. Здесь небольшая неразбериха, но, по крайней мере, удается разрядить обстановку, выбить мяч из штрафной. Он вновь туда возвращается, навес, удар! А вот этот удар был очень и очень хороший. Вот здесь вот не разобрались игроки, но тот выбил мяч не точно, а здесь блистательный удар и не менее прекрасный сейф. Ну вот сейчас на левом фланге Милка, но тем не менее, вот Кадлиц выбирается на свободное пространство. Передача на Бакыш, а Бакыш бьет здорово, играет вратарь. И на этом первый тайм, собственно, подошел к концу. Посмотрим, очень хорошая атака получилась в конце тайма у футболистов Адмира. И удар хороший в дальний угол, вроде бы, замаскировал его. Ну а сейчас может получиться резкая контратака, если здесь удар. Вот эта желтая карточка однозначная. Здесь как раз, ну, во всяком случае, вот по игровому эпизоду, в динамике, тут, конечно, нарушение правил очевидное. И самое главное, это срыв атаки. Поэтому здесь давайте посмотрим еще раз. Тоже играл в мяч. Обратите внимание, и сыграл ведь в мяч. Да, сыграл чисто в мяч. Будет продолжение этой атаки. И вновь ты, пас на левый фланг. Теперь наверх штрафную площадь. Удар по воротам. Последовал, по-моему, все-таки. И эту атаку, опять-таки, занесем в актив гостям. Да, последовал, конечно. Просто в створ не попал кофер. Но открылся под эту передачу. Да, опять же, ну, скажем так, и удар ты наносил из-под защитника. Приятно радует глаз. И коферы освободили пространство. Передача в центр. Нашел он Бакыша. Бакыш. Хорошая на этот раз передача. Кадлиц шлафной. Можно бить поворотом. И угловой опять. Или даже удар от ворот. Что все-таки Кадлиц еще второй раз мяч задел. Палмер-Браун. И момент оказался исчерпан. А теперь уже Айустре в атаке. И опаснейший момент. И мяч в воротах. Вот, пожалуйста, то, что и требовалось доказать. Айустре не наиграла на этот гол. Но она его забила. Поскольку, ну, сколько... То есть, такими моментами надо дорожить. Ну, а дальше ошибка в обороне. Ну, будем считать, что... Как же так не добрался? Помешал защитник, что ли, в этой ситуации? Как же так вратарь не добрался Лейтнер на мяча здесь? Помешал ему Эммануэль Айву лишним касанием. Вот, а с этой точки... Да, здесь просто Айву... Ну, Айву виноват, поскольку он проиграл позицию. И дал возможность коснуться мяча Фицу перед ударом. И эта передача проходит... Кадлец налево. Прострел вдоль ворот. Момент! Что же он не бил-то? Длинная передача вперед, но высоких. От Миры. Да. Ну, должны выдохнуть под дождик под венские футболисты Аустрии. Ну, а Зонимиру Сольда немножечко жалко. Согласитесь, его команда в этой ситуации, ну, по игре не заслуживала поражения. Но любой играющий футбол человек или смотрящий его... Да, он должен быть недоволен. Вот любой играющий футбол человек скажет, что самое главное – это счет на табло. Впрочем, он будет не первым, кто это сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!